Всем привет! На связи Борис Сколов, сайт vizasam.ru Давайте в этом видео я коротко и по существу вам расскажу, какая обстановка в Дубае, что здесь изменилось в 2023 году Более подробное видео по каждому пункту будет в телеграм-канале в нашем, также на ютуб-канале, подписывайтесь, будет интересно Итак, поехали! Правила въезда в Дубай все так же туристам, можно приезжать без визы на 90 дней, спокойно российским туристам Потом можно еще продлить на 60 дней, но единственный момент, вам нужно покинуть территорию Дубая Для этого, например, организуются туры в Оман, просто поехали, этим же днем вернулись, еще на 60 дней продлили онлайн Раньше это можно было сделать на территории Дубая, сейчас нужно выехать в соседнее любое государство В целом обстановку, вот очень многие спрашивают, безопасность, как относятся к русским, там, украинцам, белорусам Сразу скажу коротко, никаких конфликтов нету, все доброжелательные, никто даже часто не спрашивает кто-то, откуда здесь Здесь живут люди очень разных национальностей, на 80% город Дубай более 80% состоит из экспатов, в том числе очень много людей из бывшего СССР Везде сложна русская речь, русские, украинцы, белорусы, граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана Все нормально живут, общаются, никаких конфликтов нету В Дубае это просто даже запрещено Политику, религию, еще какую-то такую тему забыл, провокационную Обсуждайте дома, на улицах никаких конфликтов Кстати, здесь очень чисто, безопасно, даже в самых отдаленных районах Я вот вам снимаю специально не на пляже, а в простом райончике, где живет в том числе много местных жителей Нигде не видно полицейских, но у них очень много камер Вот даже вот в моем этом районе я перехожу дорогу, машины там за несколько метров останавливаются, когда видят, что пешеход переходит дорогу И вообще Дубай вошел в десятку самых безопасных городов мира Действительно все по закону, следят за порядком, чисто, спокойно, красиво Второй момент, как вы знаете, по любым этим вопросам, что здесь происходит, как отдыхать Когда лучше ехать куда, можете сдавать в русскоязычном чате А вот более подробно визовые правила в телеграм-канале о недвижимости в Дубай, о переезде в Дубай Там рассказывается и про туристические, и про резидентские визы, как оформить Наше просто видео не об этом, поэтому если нужны подробности въезда, нахождения здесь То это в телеграм-канале о переезде в Дубай Ссылочки будут под этим видео Второй момент, российские банковские карты с февраля 2022 года, визы и мастер-карт Как вы знаете, к сожалению, не работают Либо UnionPay, UnionPay здесь работает, Российхозплан, Газпромбанк Они везде работают, практически везде можно оплатить Получилось оплатить онлайн в Аквапарк Атлантис На месте пришлось платить уже наличными И Uber не привяжешь к российским карточкам UnionPay Я вообще использую казахстанские банковские карты Я получу карты Freedom Finance в Дубае Спасибо! Удачи! 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 Здесь в Дубае можно прям встретить буквально концентрация такая людей, очень известных, и блогеров, и артистов, и бизнесменов на буквально небольшом пространстве собралось. Я очень часто встречаю достаточно известных людей, которых видел по телевизору. И вот я как раз приехал делать интервью и записывать видео, в ближайшее время они выйдут. А потом о переезде людей в Дубай. Со столькими уже интересными людьми познакомился, с кем-то уже даже подружился. Поэтому очень огромное, большое количество людей, русских, украинцев, белорусов, ну и вот прибавилось иностранцев. Из других стран стало в Дубае. К чему это привело? Цены на жилье повысились, цены на аренду жилья повысились. То есть это хорошо для владельцев недвижимости, которые стали получать больший доход, не сильно хорошо для тех, кто приезжает, пока своей недвижимости нет, и хочет ее сдать в аренду. Ну подробнее, сколько тут стоит квадратный метр, сколько в аренду снять жилье, это в телеграм-канале в нашем. Там можете посмотреть эти цифры. Поэтому вот главный расход тех, кто переезжает здесь, сразу коснусь немножко опять моего фильма. Подписываться на телеграм-канал, будет действительно очень интересно. У людей это, если нет жилья, это аренда жилья. Ну а для туристов, повторюсь, безопасно, комфортно, классно. Единственное, стало много людей. Вот раньше у меня, когда я только первый раз приезжал в Дубай, любимое место было это Дубай-Марина. Вот сейчас на Дубай-Марина огромное количество людей, жилье стоит дорого. Ну вот я живу, например, в двух станциях от Дубай-Марина. Вот здесь райончик у меня такой. Как видите, есть баскетбольные площадки, дети играют, супермаркет, кафе. Но в двух, например, станциях от Дубай-Марина жилье просто стоит дешевле. Ну и вообще я стал на Дубай-Марину редко ходить. Стал ходить, например, на Лаймэр-Бич, Эльсов, есть бич, дикий пляж. Потому что, ну, просто очень много людей стало на Дубай-Марине. Вот. Ну и другие места, опять же, спасибо ребятам, показали, где можно погулять, классно провести время. В том же JLT, ничуть не хуже, чем в Дубай-Марине, можно также прогуляться вдоль каналов, посидеть в кафе. Но более тихо, спокойно и более низкие цены. Вообще, Эмираты дружественная страна к России. Не придерживаются политики. Я сразу говорю, ну, не политики. И у них даже это, как я уже повторял, тут запрещено, вот, ну, обсуждать, там, политические новости, спорить, ругаться на улице, семейные проблемы, религию. Все это хотите дома. На улице гуляйте, отдыхайте, наслаждайтесь, работайте. Ну, если честно, мне это очень нравится. Ну, так вот, еще несколько мифов развею. Это уже давным-давно здесь нет. Насколько тут можно приехать с одинокой женщиной? Да, конечно, пойдите на пляж Дубай-Марину, Пан-Джумер. Да везде, в центре, вы можете встретить девушек в коротких юбках, в открытой одежде. Никаких проблем нет. Дубай самый европеизированный из Эмиратов. Вот, в других, может быть, какие-то более строгие правила. Здесь, пожалуйста, опять же, не идите на окраину, ну, или в мечеть не зайдите в таком виде. А так, если, ну, я сюда вставлю куски видео с Дубай-Марину, все гуляют так, как им нравится, так, как им хочется, как в европейской стране. Ну, никаких проблем, никаких ограничений с этим нет. В Дубай изменился. А в Дубае произошло одно очень интересное изменение. У них понизилась лицензия на алкоголь, налоги на алкоголь. Алкоголь стал более доступным. Это к тому, что можно ли пить в Объединенных Арабских Эмиратах, в кафе, пожалуйста. Во многих кафе есть алкоголь, особенно в туристических местах. Также в каждом районе есть магазин. Ну, в большом. Алкоголь продается не во всех магазинах, в супермаркетах его нет. Но есть специализированный магазин. Из-за того, что понизили налоги, цена на алкоголь стала более доступной. Вообще, власти Эмиратов, они стремятся к развитию. Они понимают, что люди привозят деньги. Что люди сюда, в том числе, они упростили въезд для инвесторов. Например, если ты покупаешь недвижимость за 545 тысяч долларов, это 2 миллиона дирхам, то тебе дают золотую резидентскую визу на 10 лет. И ты можешь ее оформить для всех членов своей семьи. И, например, раньше ты хотя бы один раз в полгода должен был летать в Эмираты. Сейчас ты хоть можешь вообще здесь не находиться. Если ты эту золотую визу оформил, у тебя это резидентская виза, это аналог ВНЖ, будет всегда. Можешь хоть купить недвижимость, 3 года сюда не прилетать. Хотя многие, понимая, как здесь классно жить, переезжают сюда, живут, работают. Ну, или просто их семья живет в комфортных условиях. Когда идет служба в мечети, это слышно. Но это, скажем так, не на весь район. Если вы хотите, пожалуйста, подойдите, зайдите, помолитесь, послушайте. Но если не хотите, вы, по крайней мере, я веду к тому, что не будете просыпаться в 5 утра, как в Египте у меня было. Вы этого просто не услышите. Это не будет так громко и на весь город. Ну, вот такая вот обстановка в Дубае. Вообще, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Скоро на нем выйдет очень интересный фильм, где я буду брать интервью ребят. Как я уже говорил, например, будет бывший профессиональный баскетболист, который женился на египтянке. У них родился сын и девушка, которая жила в Китае. Обычные, простые ребята из России, из других стран, которые сюда переехали жить. Так что будет много интересного. Если вам нужна более подробная информация про покупку и недвижимость, про оформление резидентских виз, как переехать в Дубае, есть отдельный телеграм-канал. А любые вопросы об отдыхе, что здесь делать, купить, куда сходить в нашем русскоязычном телеграм-чате. Что не изменилось, это курс дирхама к доллару. 1 доллар, 3.65, 3.67 дирхам, вот он и меняется на 0,01, вот так вот. На протяжении 30 лет постоянный и стабильный. Поэтому, например, многие люди вкладывают в недвижимость, покупают здесь недвижимость, так как можно получать доход стабильной валюте 5-6% годовых. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт vizasam.ru. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.